Последнее время очень часто наши подписчики задают вопросы, связанные не только с калмыцким языком, но и с историей калмыцких субэтнических групп. Поэтому на один из часто задаваемых вопросов о происхождении наших родов мы написали статью о самых крупных субэтнических групп нашего народа, о Тургудах и Дербетах. Мы рассмотрим историю происхождения названия через призму калмыцкого языка и известных исторических фактов. Тургуды – один из основных крупных айратских родоплеменных групп. Согласно самой популярной версии, Тургуды произошли от крепких и красивых юношей, выбранных из разных аристократических монгольских семей в личную гвардию Чингисхана. Палас считал, что название Тургуд возникло из слова «тюрюк» или «тюрют», означающий «великан» – «человек большого телосложения». Согласно другим мнениям, это название может происходить от слова «тургун» – «шолк». Некоторые ученые предполагают, что это слово берет свое начало от тюркского слова «тургак» или «тюрай» в значении «ночной караул» или «ночная охрана». Согласно Ачиру, монгольское слово «турак» – «большой рослый» по своему происхождению может иметь родство с тюрким словом «турак». В народной легенде о происхождении тургудов хранительница айратской старины в Монголии Думае-Дже говорит, что тургудов раньше называли так Чингисхана Тургунцерк – «шелковая армия Чингисхана». Происхождение другого айратского субэтноса, который является также этнообразующим звеном калмыцкого народа дербетов, еще более загадочно. Корень этого слова – «дервын», а переводится как «четыре». Существует две версии происхождения дербетов. Летописи «Алан Товче» и «Сокровенное сказание монголов» относят образование племени от древнемонгольского племени Дервын или по-другому известный как Дервын-Иргн. Согласно сокровенному сказанию монголов, в конце 9-го – начала 10-го века жил основатель рода дурбенов Дува-Сохор. Он происходил по мужской линии в одиннадцатом поколении от легендарного «пропредка всех монголов» Бор-Тэ-Чино в переводе с калмыцкого айратского языка Бор-Чон. И «поныне» означает дословно «серый волк». После смерти Дува-Сохора четыре его сына, не признавая своего дядю по отцу Добун-Мергена, откочевали и образовали Дервын-Иргн – племя Дор-Бен – четырех сыновей. Дува-Сохора звали Донай, Докшин, Эмнек и Эркек. Они и стали прародителями дербетов. Упоминание в «Сокровенном сказании» монголов является самым первым упоминанием об айратах и, собственно, дербенах – дербетах, которые в будущем стали крупным айратским племенем. Согласно другой версии, в исторической летописи «Ильтхл-Шастр» о происхождении дербетов гораздо более позднего периода говорится следующее. Предок дербетов Борна-Хл и предок джунгаров СМТ Дархн-Найон являются братьями. После того, как айратская империя Сен-Хана распалась, два брата разделили лично отцовский чаросовский удел и от него образовались дербеты и джунгары. В следующих публикациях мы расскажем о происхождении джунгаров Хошудов и Бузава. Поэтому, если вам интересно, откуда произошли ваши предки, то в комментариях оставьте название вашего рода, и мы подготовим публикацию статью о более мелких родах, входящей в состав дербетов, тургудов и Бузава. И образец гаданий «Далын Шиндже» «Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины надбитвы прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Мендефт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.